В центре внимания инфекционное отделение депутата регионального парламента встретились с персоналом больницы. Когда произойдет долгожданный переезд отделения и какие проблемы сегодня волнуют медиков? Школьный вопрос образовательного учреждения региона открывает запись в первые классы, что нужно знать родителям будущих учеников. Притон 2019 в регионе стартовала очередная антинаркотическая акция. Задача выявить факты незаконного оборота психотропных веществ. Расскажем подробности. Женитьба Бальзаминова. Артисты театра Творецкого готовятся к показу спектакля по пьесе Островского. Когда состоится представление и как на него попасть? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга в студии. Олег Итанзейский. Мы начинаем. Александр Цибульский ознакомился с работой детского образовательного центра «Красный лист». Глава региона выразил поддержку инициативам предпринимателей по созданию альтернативного вида оказания социальных услуг жителям региона. Детский образовательный центр «Красный лист» был создан в 2015 году как группа по уходу и присмотру за детьми. За три года основатели и преподаватели Елена Екатерина и Ольга Абеленцевы внедрили в работу самые передовые методики работы с детьми. На сегодняшний день здесь работают группы раннего развития. Основан детский университет, где в игровой форме дошколята изучают предметы естественно научного профиля, проходят занятия йогой. В центре работает также японский клуб, в котором кроме изучения иностранных языков, ребята подросткового возраста знакомятся с культурой разных стран. Создание такого центра было мечтой семьи Абеленцевых, которую им удалось воплотить в жизнь. Сегодня они не останавливаются на достигнутом. Уже с 1 сентября планируют открытие первого класса, в котором кроме образовательного минимума будут продвигать те передовые методики всестороннего развития детей, которые уже внедрили в свою работу. Глава региона высоко оценил работу центра «Красный лист», отметив, что он является примером создания качественной альтернативы образовательным учреждениям государственного типа. Александр Цибульский отметил, что сегодня перед региональными властями стоит задача по повышению качества предоставления социальных услуг населению. Это касается и услуг в сфере дополнительного и общего образования. Вместе с тем губернатор дал поручение руководству профильного образовательного ведомства усилить работу в направлении обеспечения доступа негосударственного сектора бюджетным средствам, направляемым на оказание социальных услуг. Острый вопрос. Износ корпуса инфекционного отделения Нениско-окружной больницы оценили депутаты регионального парламента. Встреча представителей власти и медиков стоялась накануне. Все подробности в следующем материале. В стене в одной из палат выросли в виду, что вообще не должно быть в медицинском учреждении. О наболевшем сотрудники инфекционного отделения говорят сегодня, не скрывая эмоций. Лечебное помещение Нениско-окружной больницы не выдерживает никакой критики. Окна, закрытые полиэтиленом, так теплее. Трещины на стенах и разводы на потолках от протекающей кровли. Вот неполный список тех красот, которые ежедневно наблюдают пациенты и врачи. Косметический ремонт не спасает. Первое, о чем говорят участники встречи, это необходимость проведения капитальных работ по восстановлению здания. Нам же надо будет закладывать деньги, а время у нас ограничено, что здание, видите, в каком состоянии. Хотя бы его поддержать, нам надо, прежде всего, чтобы выделить деньги, нам надо смету сделать. Откладывать вопрос с основательным ремонтом инфекционки нельзя. В этом единогласно сошлись участники встречи. Износ корпуса 1935 года постройки достиг своего критического уровня. Строение буквально сидит на земле. При этом никакой работы в исправлении ситуации до этого года не велось. Проектно-сметную документацию на капремонт необходимо разрабатывать, что называется с нуля. В новом здании с каждым годом приходит все в негодность, в большую негодность. Ремонтируем, но ремонт не приносит большого, скажем, такого ощутимого эффекта. И мы, при этом губернаторе, уже губернаторе подняли этот данный вопрос еще раз по строительству нового здания инфекционного отделения. Все-таки строительство нового отделения обещают нам, но оно все-таки будет, я так понимаю, лет на пять точно. Да, лет пять нам надо жить в нашем корпусе. Как бы оно не упало у меня сегодня такой вопрос, насколько небезопасно сегодня там находиться. Техническое состояние здания и его безопасность оценят эксперты. Представителям централизованного строя заказчика предстоит определить объем работ по улучшению состояния здания. Вот смотрите, вот даже вот это перекусываете, видите, да? Вот даже по дверям все перекашивается абсолютно. И хотя инфекционное отделение Ненинской окружной больницы не отвечает всем санитарным правилам и нормам, специалисты утверждают, другого подходящего здания в округе просто нет. Кроме того, от стесненных условий страдает и лабораторная диагностика. Мы в этих помещениях не можем выполнять исследования, которые нам необходимо выполнять. Это кишечная инфекция и острое респираторное заболевание. В данных площадях и в данных условиях это просто не представляется возможным. По словам заместителя председателя регионального парламента Максима Арбузова, капремонт постараются запланировать и провести ближайшим летом. Параллельно ведется работа по строительству нового корпуса инфекционки. Есть информация о том, что с президентом согласовано строительство нового здания инфекционного отделения. Деньги на это будут выделены. Сейчас ведется разработка ПСД, проект смертной документации. Но этот процесс не быстрый, это раз, то есть ее нужно разработать, потом она должна пройти достоверность на стоимость сметы и после этого уже выходить на стройку. Но планируется, что в течение четырех лет этот процесс будет завершен. То есть планово этот процесс вместе со стройкой нового отделения займет четыре года. Постараемся его ускорить. В ходе встречи представителей власти и медиков появился, как нам озвучили, рабочий вариант временного решения проблемы. В ближайшее время парламентарии и общественники посетят и другие отделения Ненинской окружной больницы. Иван Никонов, Екатерина Ворончихина, Сергей Качегов, Телеканал Север. Имя врача Рены Батмановой присвоят Ненинской окружной больнице. С такой инициативой выступила группа врачей и педагогов. Решение по увековечиванию ее памяти было единогласно. Принято общественным советом при губернаторе Ненинского округа. Под руководством Рены Батмановой в Ненинском округе началась новая эпоха в оказании медицинской помощи. За 38 лет своей трудовой деятельности она успела многого добиться. Организовала обучение сельских медиков на местах во время выездов врачей. Под руководством Рены Ивановны медики успешно боролись с такими болезнями, как дизентерия, брюшной и сыпной тиф, кор, дифтерия и цинга. Работа Рены Батмановой на поприще врача-организатора и врача-лечебника в сложном арктическом регионе отмечена многими государственными и окружными наградами. Отличник здравоохранения 45-й, заслуженный врач РСФСР 50-й, награжденный орденом в знак почета, медалями за доблесть и труд в годы Великой Отечественной войны 41-45-го годов за оборону Советского Заполярья. Имела многокисленные ведомственные и окружные поощрения. Так, в 1953 году была она занесена на окружную доску почета. Но главной наградой для Батманова была благодарность ее пациентов. Ходатайство инициативной группы о присвоении Ненецкой окружной больницы имени Рены Батмановой было поддержано профильным департаментом и коллективом самого лечебного учреждения. Рена Ивановна – это врач большой буквы, человек большой буквы, который свои энергии и знаниями сформировал, проделал систему здравоохранения и скотиномного округа. Она была действительно земским врачом, вначале работая кушер-гинекологом, освоила параллельные специальности, терапевт, педиатра, хирурга. Также она была и организатором здравоохранения, и много вопросов организовывала. Можно сказать, что под ее началом были организованы такие клубы, как скорая помощь, санитарная авиация, лаборатория, рентген, служба, переливание крови, детская молочная кухня. В знак признания и благодарности за ее труд 2 сентября 2010 года на стене здания родильного отделения Ниньской окружной больницы Рене Батмановой с жителями округа установлена памятная доска. Я абсолютно разделяю эту точку зрения, что действительно Рена Ивановна – человек, который не только внес существенные вклады в развитие здравоохранения Ниньского окружного округа, но и на самом деле оказал существенное влияние на жизнь и здоровье тех людей, которые до сих пор живут в округе и вспоминают ее доброе слово. Мне больше хотелось, чтобы и современные врачи во многом были похожи на нее, и чтобы действительно чаяние пациентов слышались с тем же вниманием, с которым это происходило у Рены Ивановны. Решение об увековечивании имени Рены Батмановой в названии окружной больницы поддержано членами совета единогласно. По итогам заседания Александр Цибульский поручил руководителю профильного департамента Сергею Свиридову завершить все необходимые формальности, чтобы данное решение воплотилось в жизнь. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Другим темам. С 1 февраля в образовательных учреждениях открывается запись в первые классы. Зачисление учеников оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. Планируется, что в 2019 году в школы и округа поступят порядка 760 первоклассников. В прошлом году порог 43 первых классов переступило 686 учеников региона. Чтобы записаться ребенка в первый класс, родители или законные представители должны обратиться с заявлением в школу по месту жительства. Все районы и улицы Наринмара, а также как и каждое сельское поселение, закреплены за конкретными учреждениями. Они должны принимать на обучение детей, проживающих на данной территории. Для зачисления детей в школу необходимо предоставить заявление и оригинал документа, удостоверяющего личность. Учебное заведение может отказать приема детей, проживающих на закрепленной территории, только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Если это произошло, необходимо обратиться в Департамент образования, культуры и спорта, где предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помогут решить вопрос с устройством ребенка в первый класс. Оперативно-профилактическое мероприятие «Притон» проходит в Ненинском округе с 21 по 31 января. Сотрудники полиции выявляют и пресекают факты незаконного оборота наркотиков в регионе. В помощь управлению МВД в окружной больнице установлены и работают специальные хроматографы, которые на месте определяют наличие наркотических веществ у нарушителя. Основная цель мероприятия «Притон» – пресечение и предупреждение нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление лиц, употребляющих наркотики. В ходе акции полицейские проверяют водителя автомобиля, места, где могут употреблять и распространять наркотические психотропные вещества или их аналоги. Нарушители привлекают к административной ответственности. Привлечение лица к административной ответственности за потребление наркотических средств, конечно же, постановка на учет, как лицо, потребляющее наркотические средства без назначения врача, в результате чего лицо может быть, вернее, оно лишается права управления транспортным средством, без разницы каким-либо, то есть снегоходной техникой, водочным транспортным средством, либо автомобильным транспортным средством, также лишается и право ношения оружия и тому подобное. Для точной диагностики и определения содержания наркотических веществ у граждан на средства президентского гранта были закуплены специальные приборы – хроматографы, которые позволяют в более короткие сроки проводить необходимые анализы и выявлять лиц, употребляющих наркотики. Система, определяющая наличие психотропных веществ в биологически активных средах пациентов, начала работать в августе прошлого года. За это время было проведено 68 исследований. Это позволило, в первую очередь, сократить время на исследования, а также значительно повысило достоверность исследований, потому что данные аппараты позволяют обнаруживать психокинные вещества в минимальных концентрациях, в моче, в крови, в любых биологических средах организма, в том числе и, возможно, после дооснащения исследовать, в том числе и волосы пациентов. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ненецкому округу призывают жителей округа сообщать о лицах, потребляющих наркотические вещества или психотропные вещества без назначения врача, о фактах культивирования наркосодержащих растений, наркопритонах и точках сбыта. Можно обращаться в дежурную часть, контактные телефоны есть на сайте МВД, также можно обращаться в отдел по контролю за оборотом наркотических средств, лично мне, Саван Ильич Евгений Леонидович, по телефону 8911-650-5749. Вся информация может быть как и гласного характера, и анонимного характера, то есть телефон анонимной линии тоже имеется в дежурной части. Контактную информацию отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ненецкому округу вы видите на своих экранах. Анонимность гарантирована. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». В Дворце культуры Арктика в эти дни буквально кипит работа. Артисты театра Творецкого готовятся к показу спектакля по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова». Окунуться в неповторимую атмосферу, порадовать себя уморительно смешной комедией жители и гости окружной столицы смогут уже в субботу. Наша съемочная группа не удержалась от любопытства и заглянула к актерам театра во время одной из репетиций. Подробности в материале Ирины Никешиной. Уже с первых секунд присутствия на репетиции понимаешь, атмосфера здесь царит неповторимая. Передать характер своего героя способен не каждый. Для этого требуется особый талант. Несколько слов о характере своей героини. Матрёна – это кухарка. Она ничего не боится. Она говорит всегда правду. Такая вот женщина, все схвачено. В данном спектакле я играю роль служанки Химки у сестёр Пиженовых, у Раисы и у Анфисы. Это такая деревенская, очень не взбалмошная, а очень такая суетная девочка, которая вот прямо у неё всё малообразованная, громкая, шумная. Но это надо смотреть, так несложно описать. Но она такая вот прямо живая. И вот мой маленький выход, он, как все говорят, очень яркий. Режиссёр Театра Творецкого Алена Сегова дала установку своим подопечным. Не смотреть готовые спектакли по пьесе «Женитьба Бальзаминова», а самим прочувствовать характер героя и передать это зрителю. Не опираться на готовую работу, чтобы именно себя найти в данной роли. То есть перечитать, пусть даже вот две-три строчки, но их надо было настолько прочитать глубоко, чтобы понять, какой ты должна быть на этой сцене. Понятно, что корректировка режиссёра была при постановке этой роли. За кулисами актёры ещё раз просматривают сценарий, а затем сменяют друг друга на сцене. Всё это время за их игрой наблюдает режиссёр. Волнуется и одновременно гордится результатом совместной работы. Работы людей, влюблённых в искусство. Да, есть чем гордиться. На самом деле за полтора года они очень сильно выросли. По сравнению с тем, как мы начинали, сейчас я могу на них положиться. Окунуться в неповторимую атмосферу, порадовать себя просмотром известной уморительно смешной комедии, жители и гости Наринмара смогут уже в эту субботу. 26 января в 18 часов. Билеты на спектакль можно приобрести в кассах ДК «Арктика». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Увидимся завтра в это же время. До свидания.